Ассалам алейкум. Ты что, блогером заделался, пиар ловишь что ли, по частям записываешь? Записывай уже полностью, чтобы я мог тебе будет дать полноценный ответ на все твое сказанное. Ты что, сказку тут решил придумать? Так граф, я тебе скажу проще, финал твоей сказки будет за мной. И для тебя, я думаю, он будет печальным, я тебе это обещаю. Ты говоришь, флешки у тебя, оказывается ты все записывал, флешки. Ну, выставь флешки, кто не выставит, будет последний человек. И не забудь, пожалуйста, выставить диалог, конференцию, где ты говорил, заходя на сестру Нану. Мы все этого очень ждем. Граф, почему-то, когда ты был в полной жопе, ты всегда бежал ко мне, Эмбушкову, спасите, помогите. А теперь выходишь и несешь какую-то чушь. Ты мне больше не звони после моего сейчас видео, потому что после того видео ты мне позвонил и стал оправдываться. Мне твое оправдание неинтересно. Это раз. Во-первых, я записи не делаю, как ты, как ты меня забожил. И я тебе показал даже своих родителей, что они возле меня сидят, но не с телефонами. А вот ты делаешь такие дела, ты сейчас сам это сказал. Ну, а в остальном я жду конец твоей истории, и тогда я тебе дам полноценный ответ. И докажу, и обосную, и посмотрим, кто будешь ты после этого. Всем добраться. Смотрим. Сергей Александрович, вы заняты? Граф, меня подняли админы, нужно записать срочно видео, там в Рострове кто-то умер, поэтому могу позвонить где-то через полчаса, а не раньше. Я слыхал, мне Ян Поляков говорил об этом. Да, я жду вашего звонка. Если вам нетрудно, позвоните мне. Сергей Александрович, здравствуйте, это граф беспокоит вас. Пожалуйста, перезвоните мне. Сергей Александрович, здравствуйте, это граф беспокоит вас. Как ислободитесь, пожалуйста, время подберете с Яном Поляковым, пожалуйста, если можно, позвоните мне. Я в талантливый Рома очень давно, очень. И что ты думаешь, что придет какой-то граф и смешает нас с грязью? Ох, граф, граф, финал тебя ждет такой, что ты даже не ожидаешь. Ассалам алейкум. Меня зовут Таэм Бахтали Сау, мана Карыма графу, я из города Ярославль. Раньше я являлся директором талантовой Рома по Ярославу, Ярославской области. В первом видеоролике я объяснял людям, в чем ходила моя обязанность сидеть талантовой Рома. А сейчас я расскажу, почему я сомневался, засомневался в талантовой Рома и в группе. В один прекрасный день мне позвонила девушка. Эта девушка цыганка, она является молдаванка, молдавский цыгань. Вот, дай бог ей счастья, здоровья. Я эту цыганку увидел по видеоролике талантовой Рома, у нее было обращение, и она нуждалась в помощи в своих проблемах. И как я видел по видеоролике, что этот человек больной, раньше болела. Дай бог ей счастья, здоровья ее семьи. Вот, она обратилась ко мне такой просьбой, что удалить ее видеоролик. На что я ответил ей, что на сегодняшний день я не имею такой информации и функции, чтобы удалить эти видеоролики. Я не являюсь хозяином, а являются хозяином Ян Поляков и Сергей Александрович. Они являются и директорами, и генеральным директором. Я ей сказал, что я сейчас позвоню, позвоню Яну Полякову. Я позвонил Яну Полякову, начал ему объяснять, что к нам обратилась эта цыганка. У нее раньше были проблемы в Челябинске. И этот человек больной и просит ее удалить видеоролики. На что он мне ответил, граф, я не могу удалить эти видео, потому что у нас на сегодняшний день каждый человек, который просит удалить видео, должны выплатить фонд Талантовая Рума 20 тысяч рублей. Ну, на что я ему ответил, Яна, это очень дорого. И она не может выплачивать эти 20 тысяч, потому что для нее это очень дорого. И как является этот человек, болел, я знал по видеоролике, я ему сказал это. И то, что он мне ответил, говорит, ну я не могу, граф, потому что эти деньги все идут выплачиваться людям, которые сидят отменные в группе, которые принимают видеоролики, и они получают заплату. Я ему сказал, может быть, там какую-то скидку, там 15 тысяч, 10 тысяч, может какой-то найдем способ. Он говорит, нет, граф, я не буду с его карманом выплачивать людям. Ну, я написал этой девушке, то, что руководство просит 20 тысяч рублей за каждый видеоролик. Я не помню, у нее 5 или 6 там выходило, или 120 тысяч, я не помню, честно скажу. Вот вы, наверное, видели, у нее ролик там выходил, и там озвучены голоса были. Вот, я ей поклялся, что я к этому отношения никакие не имею. И то, что от меня лично не зависит, а зависит от руководства. Ну, то, что она сказала, что соберет деньги какие-то, там, будет решить этот момент. Ну, я ей сказал, я говорю, я дам Яну Полякову номер. Они начали там разговаривать, что у них там произошло, я не знаю, честно. Ну, в то время не знал. Вот, а теперь я хочу рассказать вам другую историю. По поводу того, что произошло в сборе и нашей организации. После моей конференции с Яном Поляковым, мне стало как-то неприятно на душе. И что-то я стал сомневаться в этой организации. Я уже начал записывать все голосовые, все конференции, с кем у нас было. В чате у нас есть, в телеграмме, группа. Также и там брал отменных переписки их, голосовые, все какие-то неправильные там обращения к людям, какие-то вопросы. Все у меня на сегодняшний день все есть на флешке. Почему я начал сохранять эти моменты? Потому что я стал сомневаться. Сделал для себя такой выбор. Хоть я ни разу никого не записал. Но тут такой момент и как-то, знаете, на душе было неприятно. Как-то мы пошли не по той дороге. Насчет Бори ситуации. Мы видели много раз и выходили в видеоролики, там обращения Бори, где он помогал, где решал вот эти моменты всякие. Все его хвалили с нашей организацией Талантовый Рума, когда выпускал Боря видеоролик. Все его хвалили, радовались. Сколько видеороликов, сколько он моментов. Месяц, наверное, по 5-6 видеороликов, если не побольше. Разные видеоролики. Были. Я тоже даже увидел эти видеоролики, хвалил его. И иногда с ним на конференции некоторые моменты выходил я с людьми разговаривать. Вот. В один прекрасный день руководство наше решило сделать конференцию. Добавляется Боря, добавляется Ян Поляков. Добавляется Сергей Александрович Глушков и я. Вечером, не помню, в это время у меня есть все голосовые. Если надо когда-нибудь, кому надо, я могу выставить. Это будет Санта-Барбара. Даже нет конца. Той ситуацией, когда мы сделали конференцию. У Сергея Александровича и у Яна Полякова была такая задача, чтобы из нас сделать машину, машина для деньги. Какие моменты, я вам сейчас расскажу. Лично к Боре обращались. Потому что Боря много видеороликов выпускает. И много людей к нему обращаются. И начали Борю учить, как деньги зарабатывать. Какие деньги, я вам сейчас объясню. Любые обращения, сходки, другие моменты. Без деньги никакие вопросы не решать. Тогда начал Боря говорить им, а как, чего. Какие деньги, сколько деньги брать. Без разрешения руководства, чтобы он даже не помогал, без деньги никакие вопросы не решать. Когда я это все услышал, мне даже стало неприятно, что такие моменты мы в группе, которые у нас боготворительный фонд, что мы помогаем цыганам, а тут же, которые люди будут к нам обращаться, сходки, другие моменты, мы будем брать деньги. Я Сергею Александровичу сразу сказал. Сергей Александрович, мне лично за эти моменты, и что вы здесь озвучиваете, мне не нужно ни копейки. Я не брал и не буду брать. Мне это не надо. На что Сергей Александрович ответил. Граф, если ты деньги не берешь, ты тогда можешь, люди, которые будут обращаться к вам, к тебе, можешь выкидывать на фонд, на счет боготворительного фонда. На что я ему ответил. Сергей Александрович, я никого не буду заставлять и никого не буду просить. Если люди пожелают сделать фонду боготворительным, пожалуйста, но в таких моментах я не буду просить, чтобы они кидали фонд. Это то же самое, что я буду брать деньги. Это касается нас, всех организаций. Также Сергей Александрович у нас попросил, все участие, которые будут там, сходки, решения по видеоконференции, там, или что, добавлять Яну Полякову. На что Боря не был согласен добавлять, так же и я, добавлять Яну Полякову. Ну, опять пошли видеоролики, там, какие-то моменты. Честно сказать, я мало с Борей таких моментов, которые были там у него. Я не участвовал, потому что Хоня мой брат. Вот. Когда Александр Сергеевич заметил, что мы не добавляем Борю и делаем без него некоторые моменты. И когда Боря делал сам, выпускал эти видеоролики, началось самое хуже. Они поругались с Борей, это я имею ввиду Ян Поляков. И началось на Борю охоту. Начали говорить, что некоторые видеоролики, и он и неправильно, что он обзывает людей не теми. Они просто думали, что Боря, которые люди обращаются к нему, они думали просто, что Боря разбогател на них. И начали на Борю охоту. Какую охоту, я вам сейчас скажу. Те моменты, которые Боря выступал в видеоролике насчет некоторых людей. Они, талантовая группа, взяла этих людей под свое крыло. Начали учить людей, как делать видеоролики против Бори. Как против Бори рассказывать, ругать, обругать. Я сам уже не понимал, что они творили. И что происходит. В то время, я почему говорю, что я знаю, потому что, когда одно время я хотел тоже сделать видеоролик, и отмены мне кидались, писали, и я должен повторять те слова, которые они писали. Ну, как я неграмотный, я плохо грамотный, я не могу по буквам. Иногда ошибаюсь, я и часто пишу ролики, ошибаюсь. Вот. Потому что я непривычный писать эти видеоролики. И после этого началось набори охот. Почему охота? Вся группа думала, что Боря берет деньги. Они меня добавили к конференции без Бори, и начали спрашивать. Граф, Боря берет деньги? Вам кто-то предлагал деньги? Я сказал, клянусь своими дитями, что я, сколько я был с Борей к конференции с людьми, я никогда не слышал, чтобы нам предлагали деньги. И передо мной Боря не брал деньги, и я не слышал ни от кого, чтобы Боря взял деньги. Вот. И они почему-то разозлились на Борю, потому что Боря начал, понимал, что его сегодня-завтра выгонят из группы, потому что он начал их игнорировать, и то, что он не добавлял, когда люди обращались к нему, чтобы спрашивать у людей деньги какие-то. Ну, насколько Боря у нас не подарок, истинный мусульманин, он никогда не идет назад, и он всегда шел поперек талантовый рума. Настолько на сегодняшний момент мы видим, как Боря дает им опор. Почему ни один человек из руководства талантовый рума никогда не шел им поперек. Этот человек истинный мусульманин, и он всегда шел только правильной дороги. По поводу ситуации, дальше, это я вам расскажу в третьем ролике, по той ситуации по Яну Полякову, какие обязанности входит Яну Полякову. И так же по ситуации той, на сегодняшний день, что происходит у брата моего Хони, как на него наговаривают. Ассалам алейкум, бахтали, зоро, ассимос.